решил попробовать отколупать чего-нибудь и как видите комментарии тут просто бессмысленные потому что здесь все говорит за себя только по одному внешнему виду так мы начинаем на двери механическую обработку именно вот такой вот щеткой конечно можно болгару взять ее до 11 там тысяч оборотов меня есть только такая на 6 вернее на 3 извиняюсь но и этого в принципе достаточно чтобы снять основную вот эту ржавчину с двери но только как видите у нас есть ржавчина потом раз и сразу же начинается шпаклевка то есть под шпаклевкой там еще есть ржавчина нужно добиться состояния ну хотя бы вот так вот эти шпаклевка немного металла и потом уже грунтовка то есть нужно найти всю область пораженную и механическим путем ее удалить многие вот так после механической обработки и останавливаются но на самом деле это не есть правильно потому что у нас в порах как можно увидеть еще остатки ржавчины есть можно либо же фосфатирующим грунтом вообще в это сделать либо же от пескоструить вот я как раз пескоструем и займусь мне этот метод более интересен и вот можете увидеть что если у нас вот уже видите вот хорошего цвета металл какой то есть он серебристый приятный а вот уже черного цвета уже и дыры да то есть если металл почернел все ребят что бы вы ни делали как бы вы не мучились и какие бы не использовали средства к сожалению это уже не убрать это уже просто пораженный металл это как гангрена у человека только нужно ампутировать так же самое здесь в идеале нужно вырезать этот весь кусок и варить новый этого хватило бы ну лет лет на пять при правильной обработке после сварки на данный же момент мы его даже если сделаем нам этого хватит ну максимум на год может быть на два и ну дальше будет лезть лезть на два не хватит на год так что помните об этом а вот и разница между от песочным металлом и нет песочным видите даже несмотря на то что она уже такое красиво имеет цвет металла это на самом деле обманка и верить этому нельзя все равно металл поврежден крайне сильно и восстановлению не подлежит несмотря на то что шпаклевку необходимо класть по техничке на открытый голый металл я немного не рискую так делать поэтому меня вот такой вот однокомпонентный эпоксидный грунт эпоксидная смола насколько мы знаем она очень хорошо ложится на открытый металл и защищает от внешних факторов таких как там погодные условия вода и всякое такое то есть то есть я беру вот так вот классно тут именно такой распылитель с регулировкой факела обалдеть и вот такой вот тонким тоненьким слоем нанесу я думаю этого будет достаточно далее начинаем исправлять ошибку которую допустили при прошлом ремонте там все завалили универсальной шпаклевкой на такой слой это перебор это нельзя так она понятное дело почему на треснула мы берем эпоксидный ой чё ты блин стекловолокнистую шпаклевку можно вот такую я вот такую вот сначала лучше крупным волокном потом поменьше поменьше либо же алюминиевую и в той и в той очень много эпоксидной смолы поэтому ее на открытый металл можно спокойно наносить это тот же будет эпоксидный грунт не при можно было бы его не применять но я все-таки перестраховался все 10 минут проходит мы сейчас после высыхания начинаем наносить вот это вот чудо шпаклевку так не пытаемся завалить сразу все ямы нужным количеством шпакла лучше потихоньку но утрамбовые прям вот утрамбовая что воздуха у нас там не оставалось так ну и и после того как нанесена стекловолокнистая сверху я нанес уже с алюминием эти шпаклевки мало дают усадку поэтому мы основу заложили и теперь уж только после этого финишкой уже видите но уже все более менее как бы выровнены только после этого мы финишкой универсалька универсалкой доводим вот эти все косячки до конца вот если вот так вот бы изначально сделали вполне возможно был бы какой-то получше эффект что ли может быть не так быстро и не так сильно полопалась бы то есть базу надо давать мощную теперь у нас есть небольшая проблема это нужно же вывести вот этот кантик он такой вот нигде не встречался у меня еще такой я думал как его вывести вот видите он уже у меня начал получаться все достаточно просто я взял нашел кусок такой трубы при приложил на не тронутую часть кантика он приблизительно подходит и мы просто им и мы им просто берем вот так вот наждачную бумагу берем вот так вот обворачиваем в трубу и погнали в итоге у нас получается ровный да может быть отличающийся по форме но главное ровный и хоть как-то красивый это углубление так вот мы имеем готовая продукцию сейчас обезжирим и можно наносить грунт такой вот тоненький слой эпоксидки мы забабахали и сейчас красочкой любой надо залить чтобы машину дать и человек недельку на ней мог покататься ну вот и все в грунтовке конечно на неделю оставлять машину нельзя в добавку если она будет ездить а вот так вот это смешал значит краску с лаком там остатки были и в лаке пожалуйста будет она без проблем и нигде ничего не нарушится то что мы уже сделали вот такие дела но и тут папа шустряку еще исправил косяк царапина была вот так быстро сделал его еще конечно нужно даже поклевать чуть-чуть вот такие вот дела фух надеюсь хватит первая серия с ремонтом подошла к концу увидимся в новых сериях и всем пока